Турнир по тяжелоатлетике памяти тренера Павла Лоптенка уже стал традиционным. В этом году он проводится в четвертый раз, но в новом статусе. Теперь юноши по результатам выступлений могут выполнить первый разряд или получить звание кандидата в мастера спорта. Каждое соревнование для спортсмена – это возможность показать то, что он сделал на тренировках. Потому что тренировки – это одно, соревнования совсем другое. На соревнованиях даются у нас всего три попытки. Если на тренировках можно хоть целый день пробовать поднимать этот вес, то на соревнованиях всего три попытки. Поэтому здесь еще и психологическая реализация спортсмена. То есть не только насколько он сильный, но и насколько он устойчивый психологически. Тяжелоатлеты соревнуются в двух видах программы – рывке и толчке. Сначала на помост входят спортсмены легкой весовой категории. На поднятие веса дается три попытки. Тренеры рекордов от своих подопечных пока не ждут. Но сами юные силачи уже знают, к чему им стремиться. Это мои, получается, четвертые соревнования. Лучший мой результат был в общей сложности 100 килограмм. Сейчас вроде иду на 107. Хочу через пару лет поехать на спартакиаду. Вроде бы приглашают. Сказали, если бы было хорошо заниматься, то поеду. Тяжелоатлеты, показавшие лучшие результаты, войдут в сборную Владивостока для участия в первом этапе седьмой спартакиады учащихся России. Марьяна Симоненко, Дмитрий Сухаруков. Новости спорта на восьмом.